Ава, с вами Юлик. И, наверное, далеко не каждый из вас знает о том, что в симуляторе жизни The Sim существует сюжет. Оооо, как! Ооо, как! Люди по кусочкам собирали его воедино из разных деталей, слухов или обрывочных внутриигровых диалогов. Одна из главных фишек игры в том, что пользователи могут создавать своих виртуальных людей-симов. Им можно дать имя, фамилию, прописать биографию, выбрать цвет кожи, возраст, даже характер. Можно полного мудака сделать. Правда, многие девушки и парни создавали в них себя и краш, о котором они тайно мечтали на уроках по биологии. Текст подготовил Сергей Веденский. Тем не менее, выбрать можно и предложенную разработчиками готовую семью. С мужем, женой, детьми, а в случае приобретенных дополнений, то и с домашними питомцами в придачу. Если окунуться в 2000-й год и вспомнить самую первую часть виртуальной песочницы, то в ней, в рамках обучающей программы, нужно было управлять готовой парочкой. Молодоженов в Нью-Йубе, что только что переехали в новый город. Мы узнаем базовые основы по взаимодействию с окружающим миром и после завершения курса получаем контроль над семьями. Это вам не ЕГЭ сдавать. Наиболее популярный и узнаваемый из них год, изначально состоящий из трех членов. Ха-ха, членов ебать. Полного энтузиазма ученого Мортимера, его загадочной супруги Беллы и застенчивой дочери Кассандры, любящей читать книжки и играть со своими игрушками. Ну, такая недалекая девочка. В сегодняшнем видео я хочу рассказать историю этой семьи, а начну я именно с третьей части The Sims, ведь ее действия происходят приблизительно за 25 лет до оригинальной игры и за 50 до событий The Sims 2. Мортимер появился на свет в дружной семье год, и в приквеле мы управляем ему в качестве ребенка. Он со своими родителями Гюнтером и Корнелли проживает в Санцет-Вэлле, замечательном городке, архитектура которого имеет смесь как современных, так и футуристических идей 50-х годов. В центре Санцет-Вэлли находится парк, а неподалеку от него расположены магазины, бассейн, спортзал и, конечно, театр. У нас ведь культурное общество, ебаный в рот! Как и в любом городке, здесь можно отыскать кладбище, и называется оно Плезентрест. Плезентрест! Неподалеку от него находится дорогостоящий викторианский особняк семейства Год. Хотя и на их территории располагается небольшой домашний могильник. Вселенная игр построена вокруг мистики. В разных частях серии, в особенности с появлением тематических дополнений, разработчики добавляли вымышленных существ, основанных на городских легендах или научной фантастике. Пришельцы, вампиры, ведьмы и русалки — это только первое, что мне приходит в голову. Пожалуй, самая популярная форма жизни, представленная во всех играх серии, помимо наших симов, — это призраки. Они изредка появляются с 11 часов ночи до рассвета, а на фоне начинает играть мрачная готическая музыка, указывающая на их присутствие. Живые персонажи не могут взаимодействовать с устрашающими привидениями, однако те с радостью пугают людишек. Призрак появляется точно в таком же виде, в котором персонаж находился перед самой смертью. Разве что отличается по другому цвету — зеленому, синему или бледно-прозрачному. Так что, если вы вдруг умрете на толчке в костюме Марио, то привидение у вас будет не самое прикольное, я бы сказал. Рядом с особняком Год находятся несколько надгробий. Мы видим, что на кладбище захоронены родители Гюнтера, будучи привидениями, их волосы седые, так что, скорее всего, они умерли естественной смертью, то есть от старости. Также на одном из надгробий семейного кладбища находится Лолита. Возможно, что разработчики сделали аллюзию на роман Владимира Набокова. Других причин я не вижу. Разве что создатели Синж любят маленьких девочек? Единственная известная о ней информация — это то, что она умерла от удара током. Если у вас в игре, да и в жизни, сломался телевизор или компьютер, ни за что не пытайтесь его починить самому. Закончите, как Лолита вас похоронят, и потом какой-то чувак будет сидеть и рассказывать про вас в своем ролике. Еще на кладбище можно обнаружить пруденцию из Саймона Толстопятка. До того дня, как она вышла замуж за Гюнтера, Корнелия носила именно эту девичью фамилию. Несмотря на внешний вид родителей и жизни неподалеку от кладбища, Мортимор не страдал от ночных кошмаров и от своих предков унаследовал только лучшие черты. Правда, их отношения складываются не самым удачным образом. Гюнтер постоянно находится на работе и с каждым днем все меньше и меньше уделяет времени близким. Обычно такое кончается тем, что женщина изменяет своему мужику. Вот так, Гюнтер! Вот так! Я думаю, каждая девочка, что играла в Симс, она, наверное, изменяла этой девчонке этому Гюнтеру. Год является потомками богатых родственников, получивших в наследие состояние от предыдущих поколений. Поэтому родители ни в чем не отказывают Мортимор. В свободное от учебы время парень любит рисовать и читать художественную литературу. Но больше всего на свете он обожает развлекаться со своими лучшими друзьями Беллой и ее старшим братом Майклом. Однако нас интересует не он, а именно Белла. Девушке нравится общаться с каждым, кто захочет ее послушать. Она приветлива и мила к своим собеседникам, а заодно всякий раз напоминает о том, что ее любимый цвет красный. Короче, она слаба на передок, вот что я думаю. У нее даже платье такого цвета. Тем не менее, в ее стиле есть что-то готичное. Так, например, в ее комнате можно заметить узоры с черепами. Отсюда понятна ее любовь к мистике и то, почему она в будущем выйдет замуж за Мортимора. Потому что он тоже отбитый. Белла выросла в дружной семье, даже несмотря на то, что отец Шимус установил строгие правила. Дети их прекрасно соблюдали и Белла получила репутацию послушной милой девочки. А мама Джокаста им во всем помогала и поддерживала порядок. The Sims. Таким образом, в The Sims 3 мы управляем двумя семьями Холостяки и Гот, а заодно создаем светлое будущее для Мортимора. Его подружки Беллы. Их дружба постепенно перерастает во влюбленность, у них завязываются отношения и затем свадьба в уху. И на свет появляется дочь Кассандра. Разве не прекрасно? Охуенно, по-моему. Эту картину мы можем наблюдать уже в безымянном городке под номером 1. Также его называют как Симвель. А действие игры переносится на 25 лет вперед, в самую первую часть серии, выпущенную в далеком 2000 году. Впрочем, вы и сами это видите по огромному количеству пикселей на экране. Да, игры тогда были такие, они выглядели вот так. Каждый из восьми городков это копия самого первого, отличаются они разве что расположением домов до соседей, живущих на них. Вокруг Симвеля проложена единственная дорога, имеющая квадратную основу. Рядом протекает речка. Первый городок состоит из улицы под названием Виртуальный проезд. На ней доступны как свободные участки, их могут приобрести только что созданные семьи, так и занятые. Например, седьмой дом принадлежит Ньюбе, а наши год проживают на жилом участке под номером 5. У меня, в отличие от фонда борьбы с коррупцией, нет дронов, чтобы изучить все эти территории и вычислить полную стоимость двухэтажного особняка, но мне это и не потребуется. Жилой дом семи год скромен и точно не похож на пентхаус Малышева. Ой, я правду говорю. Напротив главного входа расположены скамьяны, которые любят в свободное время сидеть, пердеть и читать книги Мортимор. А на задней части особняка находится небольшой дворик со стульями и столом. Первый этаж состоит из кухни, ванной, спальни и гостиной. Последняя комната наиболее примечательна, ведь в ней находится пианино. Клавишный инструмент помогает Белле удовлетворять культурно-досуговые потребности и развивает ее без того потрясающие творческие способности. На втором этаже располагается миленькая комната Кассандры. Мы видим кукольный домик, ящик для игрушек и, конечно, мольбер. Дочь унаследовала от родителей любовь к искусству. И в свободное время от учебы она рисует удивительные картины. По всей видимости, Мортимор следует давным традициям и на участке особняка вновь находится семейное кладбище. На нем похоронены безымянный дедушка, бабушка, дядя, тетя, кузен, загадочный мальчик, а также Вегас и Бетти. Охуеть, это восемь человек. Во что мы играем? Во что мы играем? Если отталкиваться от приквела в виде The Sims 3, то безымянный дедушка может оказаться Гюнтером. Но его внешность скорее напоминает Джеффа Новосельских. Их семья находится во внутриигровом хранилище, то есть они не заселяют участки символя. Но если вам лень создавать каждого персонажа, можно выбрать как раз Новосельских или кого-то еще. Дальше у нас идет бабушка, но информации о ней никакой нет. Могу разве что сообщить вам, что ее знак Зодиака в Италии, но это вряд ли поможет вам составить автопортрет. Теперь дядя. Его внешность скорее напоминает Майкла Холостяки, того самого старшего брата Беллы. Вот только привидение обросло густыми черными усами. О, как у меня. К слову, Майкл есть и в игре. Правда, как и в случае с семьей Новосельских, он находится в хранилище. Бедные люди. По женской линии опять непонятно. Безымянная тетя носит розовые очки, опрятную белую блузку и зеленую юбку. Скорее всего, она является родственницей семьи Мортимора. Кузен с седыми волосами, одетый в голубую рубашку, синие штаны и носящие очки хиппи. Вновь никакой информации. Скорее всего, он, как и дядя, относится к семье Холостяки. Я уже, блядь, профессионал в родословном дереве. Могу даже диссертацию написать на этот счет, поэтому кузен у нас точно мимо год. Еще на кладбище похоронен безымянный мальчик. У него черные волосы и такого же цвета очки. О нем вновь нет никакой информации, а внешне он выглядит абсолютно так же, как и Александр Готт. Будущий сын Мортимора и Беллы. Но об этом я расскажу чуть позднее. В одну прекрасную ночь особняк может посетить призрак Бретти. Дело в том, что выглядит она абсолютно так же, как и Кассандра. Те же заплетенные в два хвостика волосы, круглые очки в черной оправе и блузка с юбкой. В интернете существует теория, мол, Бретти и безымянный парнишка – воображаемые друзья Кассандры. Это объясняет, почему девочка выглядит абсолютно так же. Откуда в ее голове взялся образ еще не родившегося младшего брата – загадка. Наверное, у нее беды с башкой. Последнего персонажа, похороненного на небольшом кладбище, зовут Вегас. Мало что могу о нем сказать. Разве только то, что у него точно такой же костюм, как у инструктора по банджи-джампингу Фрэнки Машуга. Из первого дополнения Living Large. Когда мы запускаем первую часть Sims и выбираем семейку год, то у них накоплено всего лишь 2500 семиллионов. На протяжении 10 часов я выписывал каждый виртуальный предмет из игры в табличку Excel. Искал аналогии в существующих каталогах и сравнивал их, чтобы определить стоимость семиллиона. Уже как минимум за этот факт вы могли бы поставить лайк под этим видео и подписаться. Мне удалось выяснить, что один семиллион равен приблизительно 10 рублей. То есть на момент запуска у нас около 25 тысяч рублей. В этом нет ничего удивительного, если учитывать тот факт, что Мортимор работает под опытным кроликом. Он получает мизерную зарплату в местной лаборатории символя. Конечно, это неплохой способ войти в научные круги, но после нескольких часов в аэродинамической трубе отцу очень сложно, поддержив беседы с семьей. Тем не менее, Мортимор не унывает. Ученый полон оптимизма и через тернии к звездам, ну или в данном случае через атомы к молекулам, стремится к достижению научных высот. Проходит время и семья Год перебирается в Новосельск, на котором они строят новый особняк. Мортимор достигает значительных вершин в научной сфере и получает огромные деньги. А раз их бюджет не знает границ, то почему бы не завести второго ребенка? И готово, на свет появляется сын Александра. Казалось бы, жизнь налаживается и все становится замечательно, но вот только Белла так не думала. В семье Год происходит абсолютно та же ситуация, что и в детстве. В детстве Мортимора. Муж пропадает на работе и все меньше времени уделяет жене и детям. Жизнь в браке становится скучной. Белле не хватает внимания и любви. Доходит все до того, что к ней проявляет интерес Дон Лотарио. Лорелас, желающий страстно поцеловать несчастную замужнюю женщину. На что получает отказ. На этом и должна закончиться оригинальная The Sims и начаться ее сиквел, в котором происходит значительное событие серии. Таинственное исчезновение жены Мортимора Беллы Го. Sims 2. В интернете находятся десятки теорий на этот счет и фанаты так и не могут дать точный ответ, куда же испарилась загадочная Белла. Если отталкиваться от слухов, происходящих в самой игре, то последний раз ее видели на крыше дома Лотарио, а затем она исчезла не пойми куда и как. У ее мужа и дочери Кассандры есть воспоминания о том, что ее похитили пришельцы, но так ли это на самом деле остается главной тайной. Если открыть родословную семью Го, то мы видим, что лицо Беллы не серое, а обычное. Значит разработчики намекают, что она жива и с ней все в порядке. Вот вам еще один забавный факт. В соседнем от новосельской городке Китишграде можно будет отыскать женщину с абсолютно такой же фамилией и именем. Как заявляют сотрудники Максис, это та самая Белла Го, правда супруга Мортимора ничего не помнит о прошлой жизни, да ее внешность очень уж сильно отличается от привычной красотки из оригинальной игры. Белла из Китишграда, пожалуй, самый уникальный персонаж во второй части The Sims. Как минимум, потому что она единственный неуправляемый горожанин с написанной биографией. Из нее мы узнаем, что активность и изящество – главное качество Белла. Она обожает спорт в любых его проявлениях, от гольфа до настольного футбола. Практически то же самое было указано у жены Мортимора в оригинальной Sims. Кажется мне, она просто сбежала от этого Мортимора, спит со своим тренером по теннису, спит со своим тренером по гольфу и просто отрицает то, что она, блядь, когда-то была знакома с Мортимом. Как я говорил раньше, в играх серии существует сюжет, но не стоит ждать от него видеовставок или диалогов в духе Квентина Тарантино. Это по-прежнему виртуальная песочница, и основная цель заключается в заботе о Симах. Тем не менее, Electronic Arts выпустила трилогию под незамысловатым названием «Истории», в которых разработчики добавили полноценный сюжетный режим. Если вам нравится подобный формат, то, пожалуйста, делитесь роликом в социальных сетях, не забывайте оставлять лайки под видео и писать комментарии, и тогда я с удовольствием погружусь в виртуальные Симы. На момент запуска второй части The Sims отец семейства Мортимор Год находится на пенсии и не может оправиться от утра. Несмотря на это, он заводит роман с эгоистичной Диной Гангадзе, обожающей шоколад и деньги. Не удивлюсь, если бы ей понравились шоколадные монеты с рублем. Или шоколадный хуй. Я думаю, ей подойдет шоколадный Дед Мороз, у него как раз подходящая форма. Из ее биографии, да и поведения, мы видим, что она вечное дитя. И в первую очередь интересуется финансами. Именно по этой причине она обращает внимание на Мортимора. Причем сразу же после исчезновения его жены. А разработчики предлагают нам поженить Мортимора и Дину, а затем перебраться в квартиру Гангадзе. Жизнь в доме с двумя близняшками и такое себе удовольствие. Их ведь легко спутать, поэтому как вариант можно оставить Нину в одиночестве. Либо же выдать ее замуж за местного ловеласа Дона Лотаря. Вот только с этим сложнее, так как в самом начале игры Кассандра Год находится с ним в отношениях. И даже не подозревает о его естественной натуре. А он тот еще изменщик. У него жизненные цели это переспать с пятью людьми. Не удивлюсь, если вы уже запутались от происходящего любовного треугольника, представьте каково было мне. По сути из этого состоит весь сюжет Sims 2. Строим отношения с одним персонажем, добиваемся успехов в карьере со вторым, и не забываем помыть третьего. А также накормить последнего, чтобы он не умер от голода, но это не обязательно. Практически то же самое можно реализовать и с созданными вами семьями. Разработчики всего лишь решили снять внутри The Sims свою версию сериала Просто Мария. Помимо Мортимора у нас еще доступны два персонажа. Начну, пожалуй, с Александра. Для своих малых лет парень слишком умен и любознателен. В числе его увлечений находится квантовая физика и теория чисел. А его главная жизненная цель – знание. Если вы вдруг не в курсе, жизненная цель – это персональный признак каждого персонажа, определяющий как его желания, вроде получения диплома с отличием, так и страхи. Например, опоздание в школу. Такое есть только в Sims 2, по-моему. Допустим, что я выберу для героя все те же знания. Тогда он будет стремиться к повышению навыков и доведению их до максимальной отметки. А еще он постоянно будет хотеть увидеть в своей жизни что-то паранормальное. От встречи с призраками или инопланетянами персонаж получит огромное удовольствие. Когда как другие семьи боятся этого до смерти. Для Александра, обожающего науку, большинство пользователей выбирают именно знания. Хотя ему можно подобрать и другие жизненные цели, вроде любви, популярности, богатства или семьи. Разработчики придумали еще одну скрытую цель – власть. Ее можно отыскать у нескольких неиграбельных персонажей, как, например, у смерти с косой. По причине недоработанности сотрудники Максис от нее отказались, но ее можно будет выбрать героя, если загрузить пользовательскую модификацию. Последний член семьи год – Кассандра. Ее сюжетная линия наиболее проработана, что и неудивительно. Мортимер слишком стар, Александр еще слишком мал, а Белла так вообще непонятно куда запропастилась. Последнее событие оказало на молодую девушку негативное влияние. Кассандра редко улыбается, ее образ выглядит очень мрачным, а сама она носит длинное черное платье. То есть она выглядит, как эта девочка из папиных дочек. На момент запуска The Sims 2 девушка помолвлена и безумно влюблена в Дона Лотарио, в этого мудака. Однако она даже не подозревает о том, что он изменяет ей с несколькими дамами. Одновременно с этим игроки узнают о тайной влюбленности Вольтера или, в зависимости от локализации, и Даррена Дриммера, ее ближайшего соседа, тоскующего по умершей жене. Кассандра хочет создать семью, родить детей и жить самой обычной жизнью. В этом и заключается основная сюжетная линия девушки. Несмотря на то, что игра советует совершить романтический жест в сторону Дона и навекнуть ему о свадьбе, существует огромная вероятность того, что он убежит прямо у алтаря. И Кассандра начнет сильно переживать за свою дальнейшую судьбу. Тем не менее, если пользователь повысит отношения между ними с помощью поцелуев, объятий и... То Дона можно будет поженить на ней, и вполне вероятно, что он даже станет счастливым. Правда, в первую очередь из-за денег. Но никто не отменяет того факта, что рано или поздно он переспит с горничной. А она такая тварь, такая тварь. За кого бы вы ни играли, она постоянно прибегает к вам, пинает мусорный бак и разбрасывает мусор. А потом на следующий день вы его вызываете, и она такая, да-да, я уберусь, я уберусь. Как по мне, наиболее лучший вариант послать Дона нахуй и выйти за Дарвну. Потому что они схожи по жизненным целям, и вообще он хорош, он лапочка. Как и в случае с сиквелами, с приквелами я не мог не обратить внимание на семейное кладбище. Теперь это мой фетиш. Во второй части The Sims можно столкнуться с привидениями Гюнтера, Корнелли, Виктора и Гретель Готт. Но также разработчики не забыли про семью Толстопятка, а именно Саймона и Агнес. Начнем с родителей Мортимора. Они погибли при страшных пожарах. Скорее всего, кто-то из игроков устал в них играть и поставил кучу барбекюшниц внутрь дома, а? Узнаем себя, нет? Гюнтер ушел на свет после рождения второго внука, а вот Корнелли погибла значительно позже. Незадолго до того, как Мортимор вышел на пенсию. Также на кладбище находятся Виктор и Гретель, дедушка и бабушка Мортимора. И, соответственно, родители Гюнтера, но про них я уже рассказывал в самом начале. Та же ситуация обстоит и с Саймоном, зато про Агнес мы раньше не знали. Она является родной сестрой Корнелли и тетей Мортимор. Отсюда можно предположить, что семейный особняк во второй игре это тот же самый викторианский дом, что был в третьей части. Чтобы взорвать ваш мозг и запутать окончательно, Максис придумали альтернативную версию семьи Готт, не связанную с предыдущими играми серии. Я сейчас говорю не о последней четвертой части Симса. Мортимор и его жена Белла, а также дочь Кассандра и их сын Александр проживают в городе Уиллоу-Крик, прообразом которого послужил новый Орлеан. Трехэтажный готический особняк располагается на участке Афелия-Вилла. И, пожалуй, самое главное для меня отличие нового дома, рядом с ним нет никакого семейного кладбища. А значит вы не услышите захватывающих историй о призраках Готт. Увы, но и никаких увлекательных сюжетных линий здесь тоже не будет. Все, что сделали разработчики, омолодили персонажей, переделали их характеры и желания. Так, например, Мортимор вместо того, чтобы стать великим ученым, выбрал карьеру писателя и работает внештатным корреспондентом. С Беллой ситуация интереснее. Она занялась должностью сотрудницы разведки и мечтает стать тайным агентом, чтобы изменять ему за границей. Все очевидно. Может быть, рано или поздно она узнает о том, о чем ей не следовало знать, ее вновь кто-то похитит. А на этом все. С вами был Юлькис. Если вам понравился этот формат, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. На этом все. Всем пока.